Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 108. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 28 марта 2016 года. Ну и тут вот... Прочитай вот это, еще давно не читали. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанного им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Это везде, это выходя, он как бы показал печать. Я объясняю, где оно есть, и особенно это в церкви. Почему евреи говорили, у них написано это, что если в мире существует 10 частей лицемерия, разделить, то 9 из них в Иерусалиме. Я скажу, 9 из них сегодня в московской патриархии. Лицемерие одно. И главное, что придумали, а людей как обращаться, они не знают, находят. Миссионерские отделы создавать. Самое негодное, самое хамовитое, самое темное, все туда сползается. Как беседовать с людьми, там учат, и кто во главе поставили дворки. На одного этого достаточно понять, что эта организация не та, которая ведет в рай. А только поссорить и прочее. Деревянные мозги. Картонные или какие. Быть миссионером, это означает иметь проникновение в обстановку. Они не понимают это. Подают заявление, к властям обращаются. Сейчас увидите, что они делают. Как будто отродье дьявола вылезло на землю. Это гибель для патриархии с этими миссионерскими отделами. Молите Бога, чтобы быть исполненным Духом Святым. А у них это везде, на каждом месте измена, трусость и обман. Хитрость иезуитов. Ну и дальше вопросы ко мне, которые задают. Я не бываю ни в контакте, ни в одноклассниках. Модераторы приносят сколько лет ко мне на наш форум. Я отвечаю потом обратно. И многое-много они не приносят. Говорят, просто не успеваю. Пишите на наш форум. Мы его покажем. Ну и объявление, прочитайте. Краткое содержание наших роликов требует помощи. По секунду, где, что. Вот так, посмотрите. Коротко. Ну и еще маленько. Вот на нашем сайте, не на форуме, на сайте. Много аудио, видео. Или просят перевести вот в эти 7 позиций. Можно, нельзя, не знаю. Ну просто нужно сделать и поставить. Протом все дословно показать как. Ну и у нас занятия идут. Среду, пятницу. Вот посчитайте до сих пор. Тормозните, потом посмотрите. Ну и дальше считаем. Что у нас было за день? За день частично. Какие у нас события были? Говорят, а это вам не противники подкинули эту тему? Ну не худо. 108 день подряд ставим ролики. Я благодарю, кто это подкинул. Противник или кто да благословит их Бог. Михаил Кальмаев. Кураев Андрей. Вчера на Эхо Москвы. Одна и та же самая Библия на тысячу ладов толкуется в разных головах и толкуется людьми. Понятно. Вот почему Шестой Вселенский Собор, Девятнадцатое правило запретил толковать ее вопреки Святых Отцов. Как сектант. А что вы нас судите? Я говорю, подождите. Ты когда возник? Скрывает дату свою. Ну, набрось сто лет даже раньше. Ну, допустим, ты возник в 1700 году. Хотя баптисты и другие адвентисты были намного позже. Ну и как? А при чем тут? А при том, что все, что до них было, вы это осудили и сбросили. Ни Златоуста не надо, ни Ефрема Сирина. Вы осудили их, иначе бы вы их приняли. Вы сказали, они неправильно. Теперь свои бакмелдеры, каргали, крыгали, вот они теперь вам толкуют. Вот они толкуют. Это рождение новых сект. Я не знаю, сколько их, но говорят, что уже до 21 тысячи доходят. Я считать не могу. Требуют. А докажите, иначе ты лжец. Не могу я этого доказать. Я беру из литературы. Говорят, в человеке каждом 320 миллиардов клеток. Ну и докажи. Да не могу я доказать. Дальше. И поэтому претензия, давайте жить только построго по Библии, это обычно претензии, простите, сектантского гуру. В 90-е годы мы видели это на каждой улице Москвы и других городов. Когда уличные проповедники, молодые люди, а иногда и бабушки-яговистки, подходили и говорили именно это, давайте жить по Библии. Вот мы живем, мы адвентисты, харизматы, пятидесятники, баптисты по Библии. Не то, что эти православные. Ну обычно они и так говорят. Они говорят, вы хотите знать Библию, считать? Это тут мутрирует. Вот на этом и ловить надо. Не учат. Само правильно поступили старобрядцы. Библия вне закона, считать нельзя, сойдешь с ума. И кто подошел, Библия, слово только сказали, он сразу, отойди ты мне, сатана. Ты и реки, переходи к нам, проповедь закончилась. А православные перевели и сказали, Библия, синодальный перевод хороший, берите. Но не стали учить по ней. Афиганты говорят, вам сказали так, а вот написано, деревяшка, вы ей кланяйтесь. Все кончилось, иконы в печку. Ну а дальше уже все остальное. Попов туда же за хвост да в яму. Вот самое опасное положение. Библию провозгласили божественной, но не дали ее народу, не стали учить. Ее взяли другие и истолковали по-своему. Я растолковываю ее. Вот так, как святые отцы говорят. Как? Ну, нашел материал и показываю. Называй том, страница. Тогда баптисты говорят, я проповедую, что толкование Библии, православное, выше Библии. Во-первых, это невозможно. Как я выше Библии, когда толкование-то дается на Библию, она тут же приводится из Библии и прочее. Ты спроси, что лучше, просто считать Библию или считать с толкованием святых отцов? Конечно, с толкованием. Просто Библия лежит или чтобы ее принес мне Златоус и сидел и растолковал? Вот здесь вот. Конечно, чтобы пришел и растолковал. Вот так надо спрашивать. А тут сам вопрос-то неправильный, хитрый. Вы знаете, человек, который не замечает, что у него очки на носу, может вызывать улыбку. Если это наивная бабушка. Тут можно улыбнуться и попробовать объяснить, что любой текст газеты, Ленина, Льва Толстого, Библии или Корана, ты сам оживляешь своими глазами. Ты туда проецируешь, учитываешь свои мысли. Смысл? Смысл. Смысл поднимать. Это не только мысль. Это неправильно. Вот почему святые отцы это предусмотрели. Не надо толковать. Меня очень часто спрашивают об этом. Но вы сами-то думаете. Не думаю. А зачем думать? Я беру готовое. Все уже обдумано. Ну не может быть, что три бога и один бог, троица. Думать не надо. Табу. У нас есть кредо. Никел, стареградский символ. Все. Ни одного слова не трогать. И на этом дальше. Есть проблема, которую Годомер назвал германифтическим кругом. Я могу вычитать в тексте, что я уже в принципе заранее предугадываю и знаю. Есть люди, которые достаточно бескультурны, чтобы этого не понимать. Им кажется все понятно. Вот это я вижу, значит это очевидно. Ну вот, Андрея сущность проявилась. Поставил на один уровень с Библии писанину Ленина и Коран. Это так там написано. Это из журнала Андрея. И до этого видел, что Библия для него не является талоном авторитета. Для него настолько, насколько он сам считает нужным. Определять по своему уму и знаниям. Вот что можно было сказать Андрею. Как ответить? Или это абсолютно бесполезно что-то говорить человеку, считающему, что жить по Библии это сектантство? Это видимо другой кто-то толкует уже там. Мне так кинули, я даю. Он для меня умер как миссионер. Хотя было видно, что Андрей Евангелие не проповедует. Знания и ученость для него авторитет. Атеизм и патриархийная система со своими аппаратными методами управления и воздействия на умы не прошли бесследно. Увяз крепко в ней. Это уже об Андрея и дают отзыв такой. Хотя Бог и показал ему, в чем свобода. Где и в чем свобода и как проявляется в человеке. Но на палате к вам он не поедет. То есть ко мне вот сюда, вот палате называется, как угодно называй. Второй этаж, третий этаж. На палате к нам не поедет. Это уже обзыв на то, что Андрей сказал. Если только Бог... А я приглашал его, когда на него гонение было. Приезжай, отдохнешь и лишь из себя эту медузную сбросишь. Если только Бог не повернет так, что ему деваться будет некуда. Ну откуда-то взято Кураев журнал. И дальше. Михаил Кальмавик. Игнатий Тихонович, женщине из осинников дайте ему телефон. У меня все книги есть, надо этой ищущей в душе помочь. И вдруг, вот, один человек, я скрываю, нельзя. Те, не я, другие, которые на меня нападают, они сразу этих людей начинают грязью отливать. И он пишет под вопросами, это разные-разные люди. Дальше. Мерзкий славоблуд. Удивительно, чем он интересен людям? А какой? А вот какой и показывается. Архимандрит, Венедикт, остейший Патриарха Кирилла и Папа Римского. Вот, это, вот такое вот есть, его, посчитали, на него такой отзыв, что он такой, ну, говорит то. Я на это отвечаю. Игла, подобный взгляд, а вернее, подобное ислепление без признака на исцеление. Этот тип культивировали, петствовали старательно при строжайшем присмотре, чтобы умели оправдать любое беззаконие, не только в государственных структурах, но главное в своей системе патриархийной животолюбия, трусости и корысти. Это я на этот ролик отвечаю своими словами, на то, что впереди был отзыв, что он мерзостный. Дальше. Вот печать императора, восходящего на Всероссийскую Голгофу, куда потянется и вся Россия-Матушка. Кругом измена, трусость и обман. Это священство взросло в их сергианскую сущность и плоть. И вправну, как до десятого колена, за измену Евангелию, за поправление такт канона в Церкви Христовой, за извращение таинств, второзаконие, аманитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова из Пефора, Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь, Бог твой, не восхотел служить Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни веки, во все дни твоего веки. Они отставали, когда женщина даже растянула сколько, 3-5 миллионов выходило евреев-то, и они из-за куста стреляли и убивали остатки, поэтому до десятого колена они все равно не войдет в общество Господне. А про египтян, говорит, третье поколение войдет, мы у них были. Дальше называется. Что делали первокрестьяне, когда их обезглавливали? Вопрос. Перофилипийцам. И не страшитесь ни в чем противника. Это для них есть предзнаменование подвига. Это для них есть предзнаменование, что нас гонят, убивают. Это для них. А что нам делать, когда головы режут? Вот ответ. А для вас спасение и сие от Бога. Отрезали голову, ты в раю в ту же. Это не главный вопрос-то. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, как вы видели во мне и ныне, слышите о мне. Вот так. Сегодня было бы приговором всем архиеримам и попам, если бы вышел приказ непреклонно подвязаться не за свое отробное место, но непременно и единственно и только за веру Христову, которую они вообще не знают и враждуют против нее. Заметьте, я отвечаю как. Нужно подвязаться за веру евангельскую. Они ее не знают. Они за что угодно говорят. Речь чистая, рафинированная, морская, мирская. Они не знают истины. Только живите достойно благовестования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Хотите проверить, что правильно? Подойдите к батюшке и скажите, батюшка, а почему сказано подвязаться за веру евангельскую, не за православную, не за баптистскую, старообрядческую, за евангельскую? Священник на тебя взглянет, как на готового юридика. С верой евангельской. А чем вы толкуете? Что это за евангельская? Он не поймет. Вы от порога начните, и вы евангельского ничего не найдете в храме. Совершенно. Нету. Богослужение такое не устанавливал Бог. Так вы, я не против, просто задуматься надо, прежде чем судить кого-то. Князь Владимир-то принесся не евангельскую веру, а пещерную. Монахи пошли после обеда пообедать, пошли горло рыть, а говорится, идите по всему миру. А они стали прятаться от мира. Ну это одно понятно, куда загнали людей. А там в это время уже мусульмане делали свое дело. Откровение. Повыше понимаешь. Да. Узнаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщлен верный свидетель мой Антима. Нет, не надо отомщать на него, не надо ему высокоточные ракеты на голову усыпать. Не надо. Вы умирать пришли. Приготовьтесь умереть. Нигде призыва нет, чтобы отомстить им как-то. Так они весь мир захватят. Это другой вопрос. Не захватят. Всем весь мир захватят евреи, не мусульманин. И они все покорятся ему. Написано вон, 42 месяца будет царствовать. Они как огня боятся книг, вышедших от меня. Запомните, мои книги, которые, они на сайте стоят, они как огня боятся, все патриархия. Их трясет. Хотя многие даже в глаза не видали. Его спрашивают, батюшка, ты вот сейчас прям на пену исходишь. Ну, ты хоть книги Игнатия видел? Не видел, видеть не хочу. Но, конечно, и против. Ну, раньше была, Манька голосовала, доярка какая-то, выставь Солженицына. Ну, ты хоть читал архипелагулах? Знать не хочу. Но дали указания. Вот Никита Михалков. Ну, разные были. Белла Ахмадулина. Она никогда не подписывала, где кого-то писатели и гнобили. А Сергей Михалков, это его отец-то, он голосовал всегда, что говорило правительство, любого проклястья напими предать. И больше 100 лет жил. Почему? Бог ждал покаяния. Мы не знаем почему. Но это именно тот человек, который буквально везде оставил след выгнать, запретить там Евтушенко, еще что-то кого. Там Пастернака, он против всех голосовал. Они как огня боятся книг, вышедших от меня. Они гоняются за ними, нажимают на мирские власти, чтобы эти книги изъять из библиотек. Я приезжаю в Омск. Я про конкретное говорю. Они мне звонят. Пожалуйста, заехайте к нам обратно. Мы книги ваши приняли, верните. Тут такая буря пошла. Тут директора снимают. Но пройдет время. Будет по-другому. Мы вам дадим. К нам оставьте экземпляр. Мы запросим эти книги. Нельзя. Тут местный архиерей, его Владимир Митрополит звать. У него хорошая дружба с губернатором. А мы-то бюджетники. Губернатор дал указание убрать. Ну что, губернатор мои книги видел? Не видел. Сатана. Сатана вошел буквально во всех. Почему? Это единственные книги, которые показывают о всех заблуждениях. Я православный. Они ни за баптистами, ни за кем не гоняются. В библиотеках там и Гарри Поттер, и волшебство, и Харбард, и щебот только нету. Ничего не трогают. Только мои книги. Я говорю, ну еще есть какие-то претензии. Они экстремистки. А кто их занес туда? А директор прибежала. Нет, они не экстремистки. Ну, вот. Это семинария. Там просят, что они очень нужны им для семинаристов. То есть под разными видами изъять книги. Дальше. Но скольких цензорских отделов епархии в Почаево, в Москве, на международных рождественских чтениях, при руководстве Дворкина, а Александр Леонидович, врылись в моих книгах, подыскивались, и за 14 лет, за время двойной полноты времени, со своими пресловутыми лжемиссионерскими отделами, хамовые разорители, так и не смогли найти ни строчки, чтобы поставить мне в обвинение во свете Библии Святой Божественной, ни строчки. Ни строчки. Я еще даже сейчас при вас поставлю, я не люблю ставить многие знаки только по одному, но для вас поставлю. И только что получил сообщение о подтверждении всему. Михаил Кальмаев пишет. Михаил Кальмаев, это верующий человек, глубоко верующий. И он говорит. А в осенниках книги забрали, и я так и не смог добиться, чтобы их вернули. Да и директор библиотеки была напугана, ибо пришло указание из администрации областной, что митрополит Аристарх обратился к Тулееву, чтобы эти книги людям на руки не выдавали. Тулеев мои книги видел-то. Один из старейших губернаторов. Человек мусульманин. Ему какое дело до православных книг-то? Ну, нежели непонятно, что, где, что. И на меня нападает-то из-за книг. Буквально с ума сходят. Беснуются попы. Выискивают что-то. Но если выискивали, Почаева держит два года. Почему ответа нет? Профессора задействованы. Центрские отделы, кемеровские, тульские. Я называю даже, где это все. Почему дальше ответа-то нету-то? Ну, меня вызовите на суд. Разбирают какие-то дела. Лагерь не такой. Какое отношение имеет это к спасению вашему? Во-первых, теперь, к моему. Если это я делаю не в Духе Святом. Как же новые люди-то приходят, и они делаются священниками, патриархией, лучшими священниками. Дальше. Вот прочитай, что митрополит Аристарх обратился к Тулееву, чтобы эти книги людям на руки не выдавали. Поэтому библиотека с радостью отдала их местному благочинному. Вот и говорят, они сжигают их, пока не подтвердилось нигде. Даже снимки показывали, которые стоят в библиотеке у них там. Читают где-то. Потом будут искать по одному листику, придет время. Они гоняются точно так, как за книгами пророка Еремия. Сидел, резал ножичком, Аким бросал в огонь. И когда ему сказали это, напиши и добавь еще к этому. Второй Тимофея. Это как и они, и Амри противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Вот они почему так. Это развращенные умом, миссионерскими отделами, разбавленные развратом ума, невежды в вере. Второй Фессалоникийцам. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. И потому, что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили Господа Иисуса и Его пророков. И нас изгнали. И Богу не угождает. И всем человека противятся. Противятся. Против православия все. Кто только есть секты. Чтобы раздался радостный клик во всему миру, что сдохла собака, нет ее. Вот какое у них мнение. А мы должны молиться, чтобы она была. В ней благодать, я в это верю. Но чтобы вот эта зараза, гомостексуализм, развитая вот эта продажность, везде симония, все за деньги, искажение таинств, что это прекратилось. Чтобы православие всеми цветами радуги засияло. Крестили в полное погружение. До 30 лет не рукополагали священники. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Что Павел не знал, что спасать всем надо. Еще один человек, не скрывая его, мне пишет. Могу ошибиться, но вроде кличка Аристарха кекс была. Это за то, что он украл контейнер гуманитарки кексы и продал. Ох, какой молодец. Когда он просто в епархии работал. И люди в епархии-то говорили, какой, дескать, молодец-то, не продал, не прогадал, типа. А епископом он стал в итоге очень стремительно. Он просто работник. Вот понятно, как. Там сразу увидят деньги. Деньги есть, он будет до патриарха идти. Артем Тубасов получил «Спаси Христос». То есть книги получил. Если останутся книги, то сможем купить полный список в марте. Миром, Игнатий Тихонович, благодарен вам за то, что вы даровали мне веру во Святое Слово Божие. И показали мне Христа, как личного спасителя. Хоть и было это дистанционно. Понятно, как люди понимают. Не от ваших миссионерских отделов, гнусных и отвратительных. Где убивают веру, делают его бессмысленно жестоким. Вот где-то. Дистанционно. И он православный. Не, не куда-то он ушел-то. Через меня ни один никуда не ушел. Это вы своей подлой жизнью, вот этим крохоборством, пьянством, табакокурением, жестокостью людей разбазарили по всем сектам. Главное-то виновники, что секты. Это священство православное. Сейчас активно изучаю Писание. Синодальный перевод Библии. У меня Библия выпущена в Библейской комиссии духовного просвещения, 1991 год. В ней сказано, что данный текст нуждается в улучшении и уточнении. И активно наблюдается отсутствие слов и даже предложений в самом тексте Библии. Вот так. Вот такую Библию выпускают. Узнал я это, послушав вами начитанный текст на сайте «Восвяти Библии». Ниже с них скину скриншоты. Меня интересует, где можно купить Библию в синодальном переводе с полным текстом, без пропуска слов. Можете плохо ищу, но в интернете массово впечатается урезанный текст. А в церковных лавках издается тоже урезанный синодальный перевод. Но в отличие от 1991 года, в современных не пишут, что данный текст требует уточнения, а предподносится как полный. Может, знаете, где можно приобрести неурезанный текст? Заранее благодарю. Спаси Христос за ваш труд. Я отвечаю ему. Завтра, если Господу будет то угодно и живы будем, отвечу о Святой Библии в утреннем, ежедневном видеоролике вопросов и ответов. И на нашем форуме Библии в русском синодальном переводе «Лучший подарок». Это такая тема, и вот оно где есть. На нашем форуме. Там все есть. И на нашем сайте. Отмечаю. Пока ни разу не держал в руках ни одной Библии, на которой написано «Синодальное издание» или «Патриарша» за подписью Патриарха Пимена, Алексея или Кирилла. Синодальный перевод, и чтобы она была урезана. Пока ни разу. И поэтому подтвердить сказанное не могу. Думаю. Думаю так по сегодняшний день. Если желаете купить Библию полную, ну я не говорю, там 70 стихов, которые только в Брюссельской Библии и в церковной лавке, в любом патриархийном храме, хоть нельзя торговать, но она где-то в стороне, там, ну-ка, зажмурься и купи. Если там написано по благосостоянию Патриарха Кирилла или что-то, покупайте смело. Только чтобы... Патриарх Кирилл другой перевод не даст, только синодальный. Синодальный перевод. Остальные даже в руки не берите. Даже вот Бописцы печатают 66 книг. Нету неканонических. Но написано, с синодального перевода годится. Синодальный только перевод берите. А что урезанное, что-то, не знаю, может быть... Просто не верю. Я не могу не верить, но не верю. Чтобы синодальный, патриарша была и прочее. Тут как-то издали Огородника. Такой издатель Библию. И будто бы дарили даже. Я пришел туда. А кто вас благословил Библию-то издать? Я никогда не спрашиваю благословения. Но это Библии касается. Да, благословил Антоний Масендич и отец Михаил Капранов. Да как же так? 66 книг их благословили. Их же надо под запрещение обоих брать. Я сразу набираю телефон, знаю их. И обоих лично знаю. Отец Михаил, я даже и не знал, что издали. То есть врут. Нахально. Я в епархию. С Антонием были близкие отношения. Лично разговариваю. Он ко мне на этом приезжал. Я давал благословения. Да вы что? Да никогда. Я говорю, Владыка, это грозит очень серьезными последствиями. Если вы Библию издать без неканонических книг. На эти книги неканонические. Златоуст постоянно опирается. Святые отцы. Да никогда, Игнатий. Да что вы могли поверить на меня? Так что будьте осторожны. А они лгут. Одна бабка лечит здесь. А у нас был такой священник. Отец Симеон. Семен Титов. Она говорит. Я пошел узнать. Ты ходишь в церковь и лечишь. Нашептывает там Богородицу. Узелки завязывает. Так я у отца Семена детей лечил. А я сразу к нему. Батюшка. А мы близкие. Я ему там печь делал. Да нет. Да вы что. Да как я мог. К слову сказать. Священники бывают простые-простые. Я занимался в уголовном розыске. У меня две собаки были. Суки. Сука. Это кобель. Мужского рода. Сука. Это ее так и написано в паспорте. Сука. Это женщины дурного поведения. Ну сделали позорным для собаки это название. У меня щенки были. И из алтаря в это время. Выходит там который прислужник и говорит. Батюшка вас зовет в алтарь. Я говорю. Так я не имею права идти. Ну подойдите. Я подошел. Так щенков когда будешь раздавать. Служба идет. Правда вечерняя. Я говорю. Да еще только 20 дней. В месячном я отдал. Я хочу чтобы были ядреные. Были крепкие. Не забывай. Первый мой щенок. Вот такие простые батюшки. Артем Тубасов. Слушаю каждый день. Одновременно читаю имеющуюся Библию. После благословения батюшки уже прослушиваю и читаю. Одновременно 10 глав в сутки. Не прочитал бы если не слушать. Вижу возможность довести до 20 глав. Главное все понятно и легко усваиваемо. А то одна бабушка говорит. Я слушаю все время. Магнитофоны мы им раздавали. Покупали. Магнитофоны покупали. Я пойду белье вешать на улицу. А у меня он там говорит этот магнитофон. Так ты же не слышишь. Но он не выключается у меня. И это меня поражает. Да благословит вас Господь Бог наш за запись и загрузку данного видео. Ну это уже давно я два раза их насчитывал. Один раз уничтожили насчитанную Библию у меня КГБ. Когда я сидел испортили. А когда вернулся пришлось насчитать на компьютер. И вчера тут были гости одни. И включает. И мы всю дорогу вас слушаем. Один тут у нас фотограф. Вот визитка его. Это Павел Федорович Безруков. Как-то говорит мы ехали. Ну я говорит он видимо не шофер. И кто-то был как-то так-то. Включить говорит. Видимо он шофер все-таки. Включить. А что там у вас есть? Я включаю. Говорит Златоуст Игнатий Лапкин. Священник. Выключи. Не хочу слушать даже. То есть он сам не считает. Не знает. Но мой голос нетерпимый. И служит перед престолом. Голос не может слышать. Еду. Едем. Говорит. Девушки какие-то две идут с наушниками. Сели. Я говорю. А что вы слушаете? А они дали послушать. Я говорю. Слышу. Говорит. Вы считаете житие святых. Другие вернулись. Там приехали. Говорит. Только там где-то в Кемерово. Или где. За стол сели в столовой. Ну и сразу подходят. Они. Ну и откуда вы из Барнолова? Ну а как там Лапкин? Вы видите. Говорит. Какая у вас популярность? Да какая это популярность? Популярность златоуста. Люди слушают. Слушают. И ничего им не сделать с этим. Николай Веселов. Миром, Игнатий Тихонович. Просматривая сегодня ваш ролик в Ютубе, мне пришла в голову мысль или идея. Почему бы вам не сделать мастер-класс, как переплетать книги и выложить в Ютубе? Может кому-то это необходимо и к вам на канал придут новые люди и через это веруют в Бога? Ну через это уверуют. Это я не верю. Сам даже в это не верю. Ну интересно будет. А что такое мастер-класс, Никита? Решай, потом подскажешь. Я не знаю, о чем речь идет. Дальше. Миром, Игнатий Тихонович, вы каждый день просите все аудио, видеоматериалы перевести в форматы PDF, FB. Но это невозможно. Эти программы используются для чтения электронных книг и документов для разных операционных систем. Неужели Никита или Володя не могут вам подсказать? Вот это и надо для разных-то. Подсказывать нечего, надо сделать, перевести. Люди говорят, сегодня новые вот это считают, а у вас, говорят, не можем просчитать, дорогой едем, операционной. Сделать надо. А раз просит, сделать надо. Козлюк Сергей. Весьма печально, Игнатий Тихонович, и опасно быть очевидцем таких деяний. Что за моими книгами гоняются. Когда всеми силами они противятся истине. Опасно то, что народ отвращает от познания откровений Божьих, которые и так в эти межеходят. И живет по путям идолопоклонничества. Вот это вот видят. Ну представьте, губернатора, одного из самых популярных в России, долгожителя на губернаторском, Тулеева, просит митрополит, а потом с библиотекой связано, чтобы взять. Эти книги чего-то стоят? Ну сами подумайте, какие. Так это не один губернатор. Я не знаю, обращались нет еще к Путину. Ну тут, я думаю, не сорвется у них, потому что видели в его библиотеке мои книги. У Владимира Владимировича. И насчитанное на диске я ему послал. Библию насчитанное, архипелагулах, там многое, что лично послал. И получил уведомление от Дмитрия, видимо, Пескова, что... Получили. Когда показываешь, не делаешь. Давай. Посланник Тимофея Павел предвещает, что здравое учение принимать не будут, но будут избирать себе учителей, которые вылезтили бы слуху. Да. Они немного успеют, ибо откроется их безумие. Тарас. Игнатий Тихонович, если вы хотите, я могу все ваши книги из областной республиканской библиотеки забрать и хранить из себя до лучших времен. Это с другого государства пишет. Всем желающим почитать буду давать. А я ему отвечаю. Нет, это делать не нужно. Книги отданы в имя Христа, и ему они принадлежат. И он ними распорядится, как на лучшем варианте нужно. Я вообще не заботюсь о книгах. Они не мои уже. Как только подписали, как только печать мне поставили, документы, что библиотека приняла, даром, пожалуйста, уже не мои книги. Ну и найдите мировые практики. Где это было, что писатель написал книг? Ну, не 38, там 8 или сколько. И по всему миру проехал бы и дарил, и дарил, и дарил свои книги. Значит, я их очень ценю и знаю их ценность. А их никто не берет. Да кто их будет брать? Их никто и не знает. Так у вас посещаемость-то какая-то маленькая, там 200-300. Маленькая, но это люди, которые интересуются. Вот козел бодает людей, люди падают. Он разбежится, ударит. И прошло несколько дней, посещаемость 3 миллиона. У бабу толстую ударил, она с кубарем скатилась. Мужик такой же толстый, отбивается, не может, убегает. От козла, от козла, наконец его арестовывает козла, тащит его в загон хозяину. 3 миллиона. Ну и кто козлы-то, ни один козел-то не обратился. Он бьет эти двуногие козлов-то, они такие были. Козлушки-то только валятся. Идут две женщины, додумались как, идти вдоль с правой стороны, прямо по трассе идут, голые, ни одной ниточки нету, две женщины. Ну что у них, что спереди и сзади, это что это за женщины? Голые. Посещаемость 5 миллионов. Они взорвали интернет-то. Ну, понимаете как? И, наконец, говорят, рекорд поставила корейская песенка. Что она там за песенка какая-то, ну о чем-то таком-то? 4, что ли, миллиарда? Миллиарда. Ну о чем это говорится? Действительно так? Ну, главное, что несколько миллиардов. А ничего нет, одна песенка. Я Златоуст поставлю, проповедь читает Златоуста. День пройдет, два человека зашло. Да еще прослушали или нет? Дальше. Юрий Соболев, ссылка на Дьякона Кураева. Тайны монашеских карьер 2. Предыдущая версия июня 2015 года. Вот оно все написано. Указом митрополита Павла, проректором Минской Духовной Академии по административной, хозяйственной и финансовой экономической работе, назначен иеромонах Сергий Бридж, закончивший в этом году заочное отделение Минской Духовной Семинарии и поступивший на первый курс означенной академии. То есть там только семинарию заочно кончил, а очно в академии ни дня не учился. И кем ставят его? И монах Сергей Бридж, в миру Сергей Владимирович Бридж, родился в 1987 году в городе Драгичине Брестская область. В 2009 году закончил исторический факультет Брестского государственного университета. Вот считай историка самая и самая негодная специальность. Никакая. И все исторически бесплатно. Сейчас я не могу сказать когда, но примерно в 1992 году экзамены по истории были везде отменены. Почему? Газета «Известия» пишет. История страны чудовищно искажена. А их учили, они экзамены сдавали. Чудовищно. Единственная история не меняется это в Библии. Вот, пожалуйста, он что-то закончил, ничего не кончал. Не заканчивал. В этом же году епископ Бобруйский Быховский Серафим совершил его монашеский пострых, а затем рукоположил в Диаконский 27 декабря 2009 года и священнический 8.01.2010 года. То есть до 25 лет рукоположил, его нарушил закон в Диаконы, ну и, конечно, дважды нарушил сам священника. Ему даже 25 не было еще. 25 не было, уже священник. Каноны мирские. Это экономия. Какая экономия? Да народ слабый. Ну раз слабый, так теперь надо полагать его не в 30, а только в 40 лет. Все извращено. Совершенно неверующие архиереи. То есть они к православию отношения не имеют. Книга правил заброшена. А остальное трактует сами, как ему нужно. Почему он такой? Чем он опрославился? Вместе с пастырским служением духовника Бобруйского женского монастыря, святых жен мироносец и настоятеля, строящегося храма в честь иконы Божьей Матери Целительница, исполнял обязанности заведующего канцелярией Бобруйской епархии. В 26 лет. 20 каких? 26? 23. Да, 23. Ну, пожалуйста, вот тут откуда еще взято. Дальше. В 23 года он становится духовником монастыря женского. Монастыря? Женского? Сам ни дня не прожив ни в каком монастыре. Понятно. Руководителем ставят, допустим, единоборства какие-то, ну, бокс. Ну, кто может поставить того, кто на ринг ни разу не выходил из такой вот утробой? Ну, явно дело, что что-то совершенно не то делается. Ну, вот его фотография. Это с Андрея Кураева журнала. Что он в руках держит? Уж не Библию или... Это не видно. А? Вот какой он, какой он. Знаете, какой он. Нормально все. Дальше. Простите, это не церковь, это клуб бесстыжих и заигравшихся ролевиков. Вот как о них отзывается. Дальше. Александр Ильич Осипов в такие случаи в лицо говорил еще патриарху Алексею. Что вы делаете, открывая новые монастыри безопытных духовников? Вы же людей в ад посылаете. Это не Игнатий посылает в ад. Вот они, миссионерские отделы. Они в ад дорогу прокладывают людям. Жестокие, черствые, с деревянными, с железными сердцами. Последователи железного феликса. Теперь посмотрите, как он разбухает. Какой уже. Для справки. Еще стоглавый собор определил, что в монастыре, в котором живут монахи, должны служить женатые священники. А монахам в таком монастыре жить нельзя. Глава 82. Особо тщательным должен быть подбор духовников для женских монастырей, наследие прошлых веков, а также положительный и отрицательный современный опыт подсказывает, что возможно стоит вернуться к практике служения в женских обителях по преимуществу семейных священников. Назначение туда монахов и целебатов может восприниматься скорее как исключение, допустимое для пастырей, имеющих большой духовный опыт, находящихся в преклонных годах. Кто это сказал? Патриарх Алексей на соборе 2000 года. Прочь, патриарх Алексей, его главный канонизирует сейчас, а его слова не принимает. Он говорит, не крестите, где нет полного погружения. Не крестите. И говорит, патриарх, 98% священников меня вообще не слышат. 98%, до них никого нету, все папы римские. В новой серии. Вчера сенот Белорусской церкви назначил иеромонаха Сергия управделами БПЦ. Ну, Белорусской. Быть ему епископом. На фотографии хорошо видно, как парень набирал аппаратный вес. Аппаратный, это надо сказать, какой он там был и как здесь дальше. Андрей Недоступ. Игнатий Тихонович, мир вам. Продолжаю смотреть ваши ролики. Спасибо, Христос, за ваш труд. У меня вопрос к вам, о котором я размышляю в течение года. И молю Господа, чтобы дал мне ответ. У меня частная пивоварня, занимаюсь пивоварением. Угодно ли это Господу? И как повлияет на мое спасение? Можно ли ссылаться на Евангелие Таана 2.1.11? Ну, там, можно ссылаться-то, но только не к месту-то будет. И люди, которые сопьются, начинают с маленького, и они попадают в ад. И что, Бог благословляет на это? Перед тем, как что-то делать, я желаю людей спаивать. Благослови меня, Господи, будет ли там Господь-то? Это, конечно, не за перестанет. И это, когда я расскажу, как я сказал, я не знаю, что он не может запомнить. занимаетесь. Благодарю за внимание. С уважением, Дарья Манина. Он очень хороший. И много снимков взял. Мне все скинул. Речь идет о нескольких тысячах. Это очень интересный человек. Просто он такие места, такие фотографии делал. И приехали. Они тут ночевали где? Он любит ночевать в спальном мешке. А мы шалаш только делать вначале. Ну и прикрыли его веточками. А солнышко-то. А дождь начался. Ну ему дали там военную палатку. Он ее под себя потерял. Они на себя. И пришлось ему передвигаться уже к лагерю. Он все время на улице. Наночует. Оставил очень хорошее мнение. Вот он затеял о голубях фотографировать. И вот на голубятню, на ту и на другую сколько раз уже лазит. То есть это человек настоящий фотограф. Какое-то там гео что-то такое или как. Агентство Гео, да. Ну вот так. Вот сегодня мы немножко показали. Еще. Вот это у меня страница в моем мире. Вот как она выглядит. Мой мир. Там несколько страничек. Но она такая. Заходите. Тут можете быть друзьями. Но друзьями ну только чтобы ну вот я сейчас покажу как у меня люди здесь заходят. Чтобы было вот так вот видно лицо. Вот оно здесь. Посмотреть даже. Немножко только покажу. Чуть-чуть. Как. Вот видите как. Лицо. Она очки приспустила. Очками не принимаю темными очками. Друзья. О. Тут видно глаза. Спокойно говорят. Но этому весело. Это годится. Это далеко. Это не годится далеко. Это. Ну нет. На паспорт так не фотографируется. Вот это так. Вот фотография должна быть. Вот стоит человек. Видите как. Вот они видят. Все фотографии хорошие. Во. Особенно как. Новый человек вот пришел. Ну на него киньтесь теперь. Его с ним интервью вот недавно было. Первый раз. И вы увидите. Вот тут есть некоторые люди которые мне посылают разные открытки или что-то там. Я их сразу убираю из друзей. Почему? Мне это только засоряет. Никаких открыток никаких смайликов никогда не посылаю. Ни одного еще не послал. Это не твой труд. Писать не хотят. Вот она женщина. Там бесплатка это ее дело. Но лишь бы видно было что это человек. Вот. Видите. Новый человек. А если какая-то машина там или что-то уже не принимают в друзья. Да зачем? Веруй в Господа. Я знаю надо веровать. Но в паспорте ты эту надпись не поставишь. Вот он. Видите как стоит человек. Вот в очках. Уже в друзьях он не будет. Вот. Валентина Старкесон. Тут подряд все идут. Но это вот не важно как-то непонятно особенно хорошо. Видно. Вот. Это тоже неладно. Из наших друзей. Но терплю. Потеряевски ностальгирует видимо. Ну и вот. Показал. Теперь показываю что тут у нас. Наш форум. Форум маленький. То есть большой но мало посещаемости стало. Православный форум Игнатия Лапкина. Он никогда больше трехсот-то не был. И вдруг шесть тысяч в один день. Это когда на меня выступили в Москве. там у Дворкина-то. В двадцать раз у Юзи сейчас посещаемость. В двадцать раз за один день. Вот смотрите. Заходите сюда и здесь вот лично новое сообщение показывают где. Если нажмете прямо попадете на последнюю страницу. Вот. И здесь вот общий поиск дальше. Тут выскочит рамка. Заряжайте. Тысяча пятьсот восемьдесят тем. Это очень большой форум. Искать очень легко. О, дальше. Это вот у нас православный видеоканал. Здесь четыре тысячи двести с лишним роликов наших. Только наших. И здесь зайдете. Но если нажмете здесь вот главное, вот написано главное, то пойдут жития святых. На каждый день жития святых. Я их насчитывал в восьмидесятые годы. Но один добрый человек этим занимается, выставляет, оформляет и прочее. Ну и самый главный склад это наш сайт. Вот. Вот эти Библии. Тут ответ на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса. Здесь книги все о деревне, устав, лагерь, проповеди, стихи, фотографии. Ну и что насчитано. Тут пятьдесят книг почти аудио. Заходите на наш вот этот сайт. Ну а с него выходить еще будете. Если на форум зайдете, там другие сайты контрольные, как бы дублирующие. Можно найти. Все на это сегодня. Богу нашему слава во веки веков.